Всем привет! С вами Светлана Боткина. Поговорим о функции увеличения в iOS-устройствах. Эта функция будет полезна слабовидящим тем, кто по какой-либо причине не хочет использовать VoiceOver, а предпочитает читать текст и рассматривать изображение глазами. Но иногда возникает такая ситуация, что какие-то объекты слишком мелкие и требуется их рассмотреть получше, а включать VoiceOver по-прежнему не хочется. Такое часто бывает в транспорте, когда наушники далеко, а пришло какое-то сообщение, либо что-то в интернете вы смотрите и стандартные средства вам не помогают. И вот здесь придет на помощь функция увеличения. Не путайте, пожалуйста, эту функцию с лупой. Когда вы пользуетесь лупой, у вас само устройство выступает как видео увеличитель, а когда вы включаете функцию увеличения, у вас увеличивается экран самого устройства. Так, как будто вы взяли какой-то видео увеличитель и через него рассматриваете экран. У меня iPhone 10 версия iOS 13 4.1. Прежде чем пользоваться увеличением, его как любую другую функцию требуется настроить. Заходим в настройки, универсальный доступ, увеличение. Первый элемент здесь это переключатель увеличения. С помощью него мы разрешаем или запрещаем доступ к данной функции. Далее идут все настройки, связанные с этой функцией. Есть несколько способов включить увеличенную область экрана. Самый простой из них это жест, двойное касание тремя пальцами. После выполнения этого жеста экран увеличивается в зависимости от того, какие были сделаны настройки. Вот у меня сейчас появилась в середине экрана линза, то есть устройство настроено таким образом, что увеличивается не весь экран, а только небольшая часть. И я эту линзу двигаю так, как будто использую обычную лупу. Ставлю палец на нижнюю границу линзы примерно посередине, и теперь передвигая палец по экрану можно двигать эту увеличенную область. Либо можно оставить область в какой-то определенной части экрана и двигать саму страницу с текстом, например. Для того, чтобы отключить линзу, нужно выполнить такой же жест, двойное касание тремя пальцами. Если в качестве области увеличения выбрано не окно, а весь экран, то при двойном касании тремя пальцами будет увеличиваться весь экран устройства. Перемещаться по увеличенному экрану можно жестом смахивания тремя пальцами. Естественно, чем резче вы смахиваете, тем большая область экрана пролистывается. При необходимости можно настроить цветовые фильтры. Их не так много. Можно инвертировать текст, можно использовать оттенки серого и так далее. Обратите внимание, когда у вас в качестве области увеличения выбрано окно, то фильтр применяется только к той области, которая находится внутри линзы. Весь остальной экран остается прежнего цвета. Если у вас есть клавиатура от Apple, то вы можете управлять увеличением с помощью специальных сочетаний клавиш, которые настраиваются в специальном разделе. Тут их достаточно много. Если у вас есть подобная клавиатура, то рекомендую подробно изучить этот раздел тоже. При увеличенном экране также удобно работать и с текстом. Для комфортной работы у нас есть две настройки. Следование за фокусом и смарт-набор. При включенном следовании за фокусом область увеличения будет следовать за курсором, и вы постоянно будете видеть тот текст, который набираете. А если включить смарт-набор, то увеличиваться будет только область, где пишется текст, а сама клавиатура будет в нормальном масштабе. Давайте посмотрим. курсор. Я пишу привет. Как дела? И линза следует за тем, что я пишу за курсором. И курсор всегда находится в области увеличения. А сама клавиатура имеет стандартный размер. Еще один интересный элемент управления увеличением – это контроллер увеличения. Если вы приглядывались к моему экрану, то, может быть, вы видели небольшой полупрозрачный кружочек, который сейчас находится слева вверху. Вот это и есть контроллер увеличения. С его помощью можно включать и выключать линзу, а также управлять настройками увеличения и осуществлять другие действия. Давайте я сейчас сделаю этот контроллер не таким прозрачным, чтобы его стало лучше видно. Это самый последний пункт, который так и называется «непрозрачность в покое». Если выставить этот параметр на максимум, то контроллер становится ярким и его хорошо видно. Но это иногда мешает, потому что он находится поверх элементов, располагающихся на экране. И порой не видно, что под ним какие ярлыки, какой текст. Поэтому для более комфортной работы можно его сделать не таким ярким. Кроме того, можно поменять цвет контроллера. Есть несколько вариантов – синий, красный, зеленый и так далее. Но по умолчанию стоит белый цвет. Если вас не устраивает местоположение контроллера, то его можно поместить туда, куда вам хочется. Для этого нужно поставить на него палец и, не отпуская, переместить в нужную область. Вот я перетащила его в верхний правый угол. Как я уже говорила, с помощью контроллера можно производить некоторые действия, которые можно настроить по своему желанию. Действие происходит по одному касанию, двойному касанию и тройному касанию по контроллеру. У меня на однократное нажатие настроено «Показать меню», на двойное касание «Говорить при касании» и на тройное «Изменить масштаб». Давайте посмотрим подробнее каждую из этих функций. Касаюсь контроллера один раз, посреди экрана всплывает меню контроллера, где есть несколько пунктов. Первый пункт «Увеличить» включает увеличение, исходя из тех настроек, которые были сделаны ранее. Когда увеличение включено, этот пункт в меню меняется на «Уменьшить». Выбрать область. С помощью этого пункта мы можем выбрать, что будет увеличиваться – весь экран или окно. Измените размер линзы. Если у нас область увеличения в виде окна, то это окно можно растягивать. Такие на экране маркеры можно потянуть, например, за нижнюю часть. И вот окно увеличивается, растягивается. Вот область увеличения стала побольше. Также из меню контроллера можно выставить цветовой фильтр, настроить масштаб увеличения, а также скрыть отображение этого контроллера. Теперь посмотрим, как работает функция «Говорить при касании». Смысл этой функции в том, что можно озвучить тот элемент, который вы не можете рассмотреть. Например, фразу, абзац текста и так далее. Дважды касаюсь контроллера. У него меняется значок, появляется такая рука с указательным пальцем. Касаюсь нужного элемента. Действие контроллера. И синтезатор озвучивает то место, куда я коснулась. Очень удобно пользоваться в браузере. Одна из основных сфер нашей деятельности – социальная адаптация и интеграция незрячих в современное общество путем обучения использованию новейших информационных технологий и подготовка квалифицированных кадров для работы с инвалидами по зрению в области культуры и спорта. В этой связи мы проводим набор учащихся по следующим направлениям. Синтезатор прочитал весь абзац, который находился в фокусе. Ну и на тройное касание у меня настроено изменение масштаба, то есть включение или выключение линзы. Во время использования увеличения также можно быстро регулировать масштаб. Для этого нужно дважды коснуться контроллера и не отпуская палец провести вверх или вниз. Если мы проводим вниз, масштаб уменьшается. Если мы проводим вверх, масштаб увеличивается. Это работает, есть ли включен переключатель, настройка увеличения. Кроме того, вы можете управлять максимальным размером увеличения с помощью соответствующего ползунка. Максимум это 15-кратное увеличение. Если вам это много и вы не хотите такой максимум, то можно сделать его поменьше. Увеличения достаточно крупные. Давайте сейчас посмотрим максимально возможное увеличение. То есть вот я выбрала самый крупный масштаб. Буквы достаточно большие в браузере. Функцией увеличения можно пользоваться и с включенным voiceover. Но обратите внимание, что при этом будут немного меняться жесты самого voiceover. Так как увеличение забирает на себя жест двойного касания тремя пальцами, то все жесты, использующие три пальца, будут смещаться на один. То есть если вы хотите с включенной функцией увеличения отключить проговаривание, то вы должны сделать не двойное касание тремя пальцами, а тройное касание тремя пальцами и так далее. На этом у меня все. Берегите свое зрение, используйте устройство по максимуму. А если у вас остались какие-то вопросы по данной функции, можете задавать их в комментариях. Всем пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!